Наш вебинар посвящается именно тому, чтобы научить, как реализовать себя в более полной мере, в разных самых направлениях, научиться изобретать. Изобретательство – это что такое? Это когда ты в очень сложной ситуации, при решении очень сложного вопроса находишь неординарное решение, даже неожиданное. Такое вот инсайт приходит. Вот у нас это называется «озарение по заказу». Почему «озарение по заказу»? Ну, потому что озарение у всех людей бывает, а мы учимся тому, чтобы получать желаемый для себя момент. То есть все наши приемы, они основаны на естественных, природных механизмах организма и психике человека. Очень много разных методик, советов, психологов, врачей, психотерапевтов, гуру, наставников, духовников и так далее. Очень много всего. Во всем этом интернете, когда смотришь, что же тебе взять для того, чтобы ты был здоровый, чтобы ты жил долго, чтобы ты мог быть в творческом состоянии, чтобы в нужный момент ему легко переключиться, лучше заснуть, крепче спать, проснуться бодрым, свежим, веселым. И чтобы целый день, что бы ни случилось, ничто не могло поколебать из тебя веру в завтрашнюю твою возможность. Ну, короче говоря, речь идет о стресс-устойчивости, речь идет о развитии творческих качеств. И самое главное, что мы развиваем у человека завтрашнего дня уже сегодня, развиваем способность находить более простые решения при решении сложных проблем. Поэтому вы заметите, когда вы начнете этим заниматься практически, это я уже к новичкам обращаюсь, вы заметите, что ваша жизнь начнет восприниматься вами немножко проще, потому что вы будете в сложных вопросах находить более простые решения. И все это будет происходить у нас за счет того, что я вам буду показывать сегодня приемы конкретные, которые помогают нам лучше соображать. И вы сможете очень быстро снимать стресс, вы сможете повысить стресс-устойчивость, вы сможете быстро переключаться. Вот эту энергию, которую мозг тратит обычно на переключение, большая часть энергии мозга уходит на переключение, эту освободившуюся энергию вы будете тратить на творчество. И вы вдруг увидите, что ваши горизонты и ваши перспективы расширятся. И вот ключ отличается от всего, что в мире преподается, тем, что вы подбираете там, ходите от одного учителя к другому. А здесь я вам даю критерии, с помощью которых вы сами себе можете подбирать. Вот в этом новизна, в этом новизна нашего 21 века. Да, нашего 21 века, что только сегодня можно было создать научные критерии, с помощью которых каждый человек может сам себе подобрать приемы из различных примеров. Я вам буду давать практические примеры, а вы будете их примерять к себе, как примеряет платье или туфли в магазине, и подбирать именно то, что вам подходит. Я заслуженный врач Республики Дагестан, родился в Махачкале. Махачкала, это, ну сейчас трудно себе это представить, но это был такой-такой интернациональный город, это просто такая точка на планете. Вообще Дагестан, страна гор в переводе, Пётр Первый создал Махачкалу, назывался раньше Порт Петровск, там море, море, там горли, там даже есть песчаный бархан, там за Махачкалу чуть отъехать, там всё есть, и водопады, и серпантинные дороги, и люди, там столько национальностей, которые, в принципе, никогда так особо, ну только по пьяни выясняли отношения, там, когда сидят на Де Рождение, или на каком празднике, ты аварится, или как мы там, или как там, на самом деле это было настолько естественно. Я вырос в этой республике, и поэтому я сам по себе такой, что я дружу со всеми, и с китайцами, и с албанцами, ну, с кем угодно, с кем угодно я дружу, у меня друзья в Италии, друзья в Украине, друзья у меня в Риге, в Литве, друзья у меня, ну, везде, везде. Я, собственно говоря, сам взросшен на своей философии, я поэтому и придумал ключ, который доступен каждому, независимо от его веры, независимо от характера, и самое главное, независимо от того, верит человек в это или не верит, потому что приёмы, которые я буду показывать, это приёмы нейрокибернетики. нейрокибернетики, вот почему больные могут этим воспользоваться, потому что они дают эффект, независимо от того, хочешь ты или не хочешь, но если ты это делаешь, то у тебя эффект получается, снижается напряжение. А, ну, все мы знаем, что при лечении болезни одним из главных компонентов является психотерапия, а психотерапия главным компонентом является регуляция напряжения, вот регуляция напряжения – это база, поэтому у меня называется базовый онлайн-курс, потому что регулируя своё нервно-психическое напряжение, вы можете расширять свой обзор, видеть картину мира в целом больше, и сужая, то есть повышая напряжение, вы можете суживать картину мира, суживать, то есть превращаться из телескопа в микроскоп. Мы сейчас пригласим, мы пригласим к нам на школу, участников школы, новичка. Вот мы посмотрели сейчас новичков, мы сначала пригласим новичка, а потом мы пригласим двоечника, потому что я обычно обучаю на примере двоечников, потому что когда мы исправляем его ошибки, и все видим, какие ошибки, то мы их не повторяем, мы по существу быстрее обучаемся. Но сначала новичка, который вообще никогда не пробовал приёма, и как раз таки наша школа отличается от любых психологических тренингов тем, что мы антистрессовую подготовку такую даём в условиях, близких к реальным. Ну обычно психологи, как некоторые, они человека вынимают из среды стрессовой, его расслабляют, расслабляют, ну да, ну и что, а он потом попадёт в стрессовую ситуацию, и дальше что. А мы как раз таки поэтому обучаем его в условиях близких к реальным, вот сейчас мы создадим стресс, что все будем на вас смотреть, а вы новичок при стрессе. Вот. И у вас навыки, которые будут вырабатываться, будут гораздо крепче, чем если бы вы вам создали комфортную обстановку, тишину, там может быть, пальмы ещё рядом поставили, поставили не эти вот в снегу, а зелёные поставили, в тепле поставили, пресло поставили, вам бы стало хорошо, и стресс бы снялся. Нам зачем это нужно? Нам нужно, чтобы всю жизнь мы могли снимать стресс. Наша школа единственная на планете, которая воспитывает сегодня качество человека завтрашнего дня. Потому что я их вычислил. Вот этот же вопрос был, тяжеленный вопрос, а каким человек будет завтра по своим качествам. Потому что смартфоны, телефоны, это всё технические прогрессы. А каким человек будет? Я вычислил, я вам сейчас скажу. Он будет лучше управлять своими ресурсами. Он сможет самое главное дело, чего не делает никто сегодня, не учит никогда никому никто. Только говорят об этом, но никто не учит. Он сможет использовать энергию стресса в собственных интересах для решения своих задач. Самых различных, от математических до физических. Энергию стресса использует. Вот это восстанавливаемый, возобновляемый, вечный источник энергии в 21 веке. А я это понял, что сегодня, потому что каждый век начинается с новой формы энергии. От механическо-атомной, там даже сегодня он будет использовать энергию стресса для решения своих задач. И вы увидите сегодня, как это делается. Я вас этому хочу как раз этим научить. Мы хотим на тебя сейчас стресс нагнать, понимаешь? Надо нам, чтобы ты был в стрессе сейчас. А теперь вспомни какую-нибудь неприятность. Ну, что тебя там? Девушка обидела, или ты хочешь помириться с другом, или завтра экзамен, или там. Ну, вспомни, о чем боишься думать, потому что тебя трясти начинает. И посмотри, меняется там на шкале или нет? Конечно, меняется. Ну, вспомнил ты или нет? Да. Ты практически, практически попробуй. Вспомнил или нет? Неприятность, вспомнил? Ну, да. Есть. Да, сколько на шкале? Ну, уже начинает где-то 7-8. Понятно. Начинает откручиваться. Понятно. Понятно. Все, запомнили все. Давай сейчас, покажи, как ты делаешь хлёст. Да, хлёст руками по спине. Вот одновременно ты немножко так вот подпружиниваешь ножками. Правильно, да? Да. Вот, правильно. Ты делаешь так, как тебе удобно. Так, внимание все, особенно на ручке. Он делает так, как ему удобно. Видите, он бросает руки просто свободно. Потому что метод ключ именно тем отличается, что здесь ищите как проще. Никак труднее. Не носите чужой костюм. А как вам проще. Вот же в чём дело. Здесь необычное правило обучения. Нас всегда учили. Не получается, а ты старайся, добивайся. Вот это глупость. Не получается, ищи как, чтобы получилось. И тогда ты развиваешь этим творческое мышление. Ну хорошо, а теперь скажи мне, сколько сейчас на шкале? Ну уже четыре, три. Уже даже три стало, да? Я уже забыл, что я онлайн нахожусь, что ребята на словах. О, молодец. Какой симпатичный молодой человек. Девушки, налетай. Симпатичный поле, он мне, кстати, очень, очень, очень. Я это знаю, я вижу. Не только потому что он не побоялся, он пошёл смелый в присутствии всех там. Молодец какой, молодец. Горжусь тобой. Давай. О чём сейчас думаете? Что периодически бывают такие моменты, когда я еду за рулём, и я проехал какой-то участок, и я не помню, вот, а какой цвет светофора был. Вот такое состояние как-то напомнило вопрос, да, что я вот только что проехал, а как я это сделал? На автомате проехал. Начинаю думать, как я это сделал, не помню, а вдруг я на красный проехал, а потом думаю, да нет, не может я проехать на красный. Задумался, да? А вот теперь скажи, пожалуйста, помнишь ты там стоял, и я тебя попросил вспомнить неприятность какую-то, и у тебя сразу там с половиной сразу стало до 7-8 расти напряжение. А вот сейчас попробую вспомнить неприятность. Посмотри, сколько будет у тебя наш коллег. Как ты к этому сейчас, к той же неприятности, как ты сейчас относишься? Как-то даже думать про нее не хочется, и вот вы сказали неприятность, я подумал, ну фигня какая, какая неприятность там. то есть он снял себя с крючка стресса. Да, там место есть, да? Молодец. Давай, покажи, как ты делала, и что у тебя не получается. Мы тоже по-правому у тебя сейчас все пойдет, давай, и все научатся. А, так это же не разгрузка, это хлест руками по спине. но я с помощью этого хлеста разгрузку невозможно. Это делать долго сложно, поэтому мы его обычно применяем для раскрепощения. Вот это может дольше делать, оно легче, так дети все делают, а аутисты так делают, все дети делают, а ты когда маленькая была, ты так делала. Я так делаю, но во-первых, я не могу отключить голову, это моя основная проблема. первая, исправляем ошибку, не надо ее отключать. Я считаю, сколько раз я сделала. Да считай, сколько хочешь ты делай, становись этим научим. Так легче, так легче делать. Ну давай делай, давай делай. Теперь сначала скажи мне, вот на индикаторе напряжения, 10 это шторм, это 0, где ты сейчас находишься, не вчера, не позавчера, не час назад, а вот именно эту секунду. 10 То если хочешь сказать, что у тебя шторм? Вообще шторм, я потому что ребенка сейчас обидела. А, ну вот отлично, отлично, не то, что ты ребенка обидела, а то, что хороший, как говорит Наташа, хороший случай, хороший случай показательный. Молодец, слушай, я тебе уверяю, что после этого ребенка, ты научишься так к нему хорошо подходить. Это для всех мам важно. для учителей, для мам, для пап, для всех, для всех. Я вот дедушка, мне тоже это важно. Иногда я дочку тоже могу поругать, потому что она же мне кажется еще такой маленькой, я все время, ой, господи, ну это у всех проблемы есть, но семья есть семья. мошенники. Как понять, что пора остановиться? Как пора понять, что остановиться? Если хочется поменять движение, поменяй на какое любое. Если хочешь остановиться, остановись, там нет принудиловки никакой. Ты делай так, организм тебе подсказывает. Что тебе легче, то и делай. Да. У него тоже проверил шею. А господи, все мошенники. Я подключаю голову, да. Ну делай, подключай. Послушайте, шея у всех, почему больше, когда человек эмоционально напрягается, в первую очередь, поскольку кислород поступает в критике мозга, и в первую очередь, когда он напрягается ему больше кислорода, поэтому компрессионы, шеи начинают работать. И он напрягается, напрягается, напрягается. Поэтому все, кто сосредотачивается на чем любом, в компьютере, там, или на работе, постоянно сосредотачивается, у них у всех это. Поэтому и всем нужно делать вот это, хотя бы 9-3 возрождение по 10-15 секунд, это будет дробная синхронагистика, мы об этом завтра будем говорить, чтобы раскрепощаться. Вы смотрите, что она начала делать, раскрылась, как пала, а? Ну, как там, а? Ну, так делай, как тебе удобно. Ищите, как проще, как удобнее. Я тут учитель, первый учитель в мире, который учит людей тому, чтобы делать работу, как делать проще. Потому что делать ее сложно, любой дурак может. А именно, как делать проще, вот искать, как делать работу проще. Это называется поисковая творческая активность. смекалка. Да, не упираться как бы рогами всем, как баран. А подобрать, как открыть эту дверь с другой стороны. Ищем. Твари, что она нашла. сейчас летать будет. Вот она летает уже. свои движения. Да, еще свои движения. Давай, 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 она уже улетела. Что ты там чувствуешь, скажи, рассказывай? Ну, не знаю. Ну, вот тебе в помощь индикатор. У тебя было 10, сейчас сколько? Ну, у тебя ребенка думала, что ты с ним поругалась, у тебя было 10. Сейчас ты о нем думаешь? Нет. А чего нет? То есть, ты по-другому думаешь? Не о нем не думаешь, а ты о нем думаешь, но по-другому, да? Не о чем не думаю. Ноль у тебя уже. Получается, да. Ну, вот, а ты, конечно, у тебя разброска не получается. Правильно. Что странного это? Первый раз потому, что правильно сделал. Я просто не понимая того, что мне нужно, я как делала на протяжении месяца. Делала, там, пыталась что-то, а потом не понимая, я просто взяла и бросила, понимаете? Ты про что говоришь? Ты про что говоришь, не понимая дела? Про что говоришь? Ну, сейчас у тебя получилось? Сейчас получилось. Я очень удивлена этому. Пусть она сделает сквозь. Я никогда не ощущала вот этого. Я не понимала того чувства, я как бы ждала чего-то. Ну, вот именно всем говорю, не ждите нуля, потому что если вы ждите нуля, вы его будете ждать до утра, понимаете? это метод для решения ваших задач, а не для того, чтобы ноль получать. Вы ноль получаете, когда вы правильно их решаете, когда вы правильно делаете действия. сзади сзади то есть я делаю 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 лицом изменилось. Да, я тоже хотела об этом сказать. Глаза другие. Смотри, пойди в зеркало посмотри на себя, сейчас другая, особенно посмотри на глаза, они стали лучистые. посмотри мышцы другие совсем, ну пойди посмотри. Я хочу, чтобы ты посмотрела, пришла и сказала. Слушайте, а как замечательно, что мы сделали, как называется, с обратной связью. Да, вот спрашивает опять Наталья. Ну что, как дела? Знаете, ну, по-первых, просто я вообще очень счастлива, что у меня есть возможность с вами так пообщаться и вправду вот. Может быть, это тоже сказывается как-то. Не, не, да, это вопрос. А что, что в самом начале такое не было? Я была... Во, 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 видишь, 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 то есть я хочу сказать, что когда стресса нету, ты уже начинаешь придумать причины, потому что я с вами разговариваю, почему же стресс был, ты со мной разговаривала, но глаза были другие. Понятно. Так вот, я хочу сказать, что когда человеку зуб болит, он на стенку лезет, а потом когда на зуб не болит, он вспомнить не может, как было. Поэтому все, пожалуйста, участники школы, запомните свое исходное состояние и через 10 дней сравните, когда вы будете применять по вечерам или днем, когда разгрузочные действия, через дней, 10 дней примерно, вы придете к состоянию, когда все нормально, когда все хорошо, и вас спросят, ну, как тебе ключ помогает, но не знаю, что, вообще-то я стал там, другую работу поменял, вообще-то там, я женой по-другому, может, поэтому, а то, что это стало поэтому, он не замечает, потому что он замечает, что он встречает, только когда у него зуб болит, а когда он зуб не болит, он уже и забыл про это, что у него было, понимаешь, что делать, поэтому надо запомнить, как было вначале, поэтому я тебе сказал, висы и возьми, чтобы ты потом, когда худенькая выйдешь к нам, да, чтобы ты не говорила, да я такая и была, хорошо, хорошо, ты умница, ты мне очень понравилась, очень такая симпатичная, слушай, женщине надо сказать, что она симпатичная, ну, обязательно, обязательно, ну, как же, скажешь, мужик такой недалекий, даже похвалить не мог, ты молодец такая, молодец, это я честный, теперь честно, я говорю, спасибо вам, и глаза, сейчас будет, Наташа, посмотри, ну, я хочу, чтобы ты посмотрел, человек изменился, я заметила, да, и сейчас с ребенком ты будешь совсем по-другому, вот, слушай, дети, детей надо простим этим вещам учить, на следующую школу притащите своих детей всех, чтобы они сидели, я буду показывать простые вещи, и вас я буду учить на следующем олайн-курсе, как детишек учить, как детишек учить, потому что им же трудно это объяснить, но дело в том, что они сами делают рефлекторно какие-то действия, из которых вы им сделаете упражнения, спасибо тебе, солнышко, весы, на весы, специалисты, так они ко мне заходят, скайп, мы ведем переговоры, короткие, короткие переговоры, я вот тебя знаю, мы с тобой еще короче можем разговаривать, я определяю, кто может, кто не может, и берусь их, готовить как специалисты, если человек снимает стресс, обнаруживается самые лучшие его качества, самые лучшие его способности, я подскажу, как это быстро делать, самыми простыми способами, потому что за две вещи нас держат на крючке, чужие, первое, это очень важно, то, что я сейчас скажу, естественную, нормальная способность человека созидать, которая еще в Библии написана, решил Бог создать человека по своему воздуху подобию, вот это естественное, нормальное состояние человека думать, потому что еще хомефа саппиншasu написано, человек разум, вот это естественное, нормальное состояние запрятывают от нас так, как ту необыкновенную драгоценность, которой надо идти сложными путями, поступенчатыми, там целая камбала, кабала, там целые какие-то ритуальные действия, и масоны, и прочее, 10 целыми, как этот тайный замок открыть, на самом деле, на самое вершине, даже самое кабала, на самое вершине есть прямой путь. И там же написано, и там же написано, как его достичь. Ну нет же, нет, нет, если вы скажете, вот этот путь, вот к чему она ведёт. Скажут, не трогайте святыню, не трогайте таких, как вы, идиотов, но не дают, почему? Вот две вещи, нормальное состояние человека, состояние Творца, и как снимать лишнее напряжение, чтобы выходить на это нормальное состояние. Вот эти две вещи от нас запрятаны за третий вид земель. И когда говорят, Царствие Божие в тебе есть, имеется в виду это. Твоя способность созидать, твоя способность получать удовольствие, жить с радостью, и твои адовые муки, когда ты напился утром с похмелья, Царствие Божие в тебе есть. Это сказал Христос. А это сказали до Него. Это любить ближнего сказали ещё до Него. Давно-давно это идёт оттуда. Это самое оттого идёт, потому что люди постоянно чувствуют, что есть что-то главное в жизни, что-то главное в жизни. И не понимают, что самое главное в их жизни. Это нормальное состояние. Это нормальное состояние, потому что нормальное состояние у него. Это творческое состояние. И вот поэтому, поэтому способ простого достижения этого состояния в школе хомо-катуре, что человек будущего будет лучше управлять своим состоянием и даже озарение делать себе по заказу, вот это главное. Это первая школа в мире, которая есть. И поэтому я вас прошу, предлагайте своим друзьям, рекомендуйте, рекомендуйте. Чтобы они хотя бы посмотрели. Вы скажите, не надо туда ходить, вы просто посмотрите, там что-то интересное происходит. Я очень благодарен вам, сегодня были интересные, живые вопросы, интересные, живые люди. Как я рад, как я рад, что к Новому году мы для всех приготовили вот такие встречи. До завтра. Завтра в 9 часов я вас всех жду. Всего доброго. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok